Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Инвестиционный форум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса решения за правительством страны. Завтра в Сочи начнется прием детей в первый класс. Приемная кампания стартует по всей стране. В Лиманах с 1 февраля запретят рыбалку. Об этом любители и предупреждают пограничники. В Сочи отметили 2500 лет Босфорскому царству. Этой дате посвящена выставка в художественном музее. Российский инвестиционный форум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса. Будет ли проведен форум или его перенесут решение за правительством страны. Там в понедельник 3 февраля по сообщениям Интерфакса будет принято окончательное решение. Слухи о возможной отмене форума появились в целом ряде СМИ еще накануне. Сегодня после обеда информацию о том, что перенос форума обсуждается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что решение будет принимать правительство страны. Добавлю, что в России случаев коронавируса не зафиксировано, а в Китае уже заразилось около 10 тысяч человек. Более 200 погибли. Случаи заболевания новым типом вируса были выявлены уже в 18 странах. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса в Китае международной чрезвычайной ситуацией. К другим новостям. На ковер к губернатору краевые министры, мэры городов и руководители районов пришли с отчетами о выполнении поручений главы региона. Для чиновников состоялся первый в наступившем году час контроля. На совещании назвали муниципалитеты, которые хуже всего справляются с поставленными задачами. Много вопросов касалось строительства социальных объектов. Час контроля, несмотря на название, длится дольше 60 минут. Но само определение стало своего рода брендом совещаний губернатора, на которых он лично следит за судьбой собственных поручений. Так, по итогам прошлого года, ответственнее всего к их выполнению подошли в Абинском, Красноармейском и Крымском районах. Но больше внимания вызывают аутсайдеры. Не очень активно задачами, поставленными главой региона, занимались в Горячем Ключе, Тимрюкском и Новопокровском районах. В последнем из девяти поручений не выполнено ни одно. В июле 2018 года было поручено организовать освещение улиц в поселке Кубанском. Кроме этого, установить там детские и игровые площадки. Да, закупили детскую площадку, она уже длительное время лежит в сарае и никуда не устанавливается. Невозможно все 100% максимально проигнорировать мои поручения, которые еще раз подчеркнули на поручениях жителей Новопокровского района и тех населенных пунктов. Невозможно тогда с какими глазами мне ехать в Новопокровский район и еще раз с ней встречаться. Но это и есть муниципальная власть, чтобы она либо пробила двери, а может быть еще что-то в кабинеты краевых чиновников. А если краевые чиновники настолько забракодировались, вот если я готов вам, коллеги, главы муниципальных образований, пробить эти двери. Но должен быть сейчас в вашем глазах какой-то алгоритм, по которому вы шли и кто-то вам помешал. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. На сегодняшний день на территории муниципального образования разработана дорожная канцеля, по которой мы сегодня движемся и успешно выполняем ваши поручения. У одного доклад и у вас доклад. Я, Сергей Константинович Поляковский, вам поручаю. Организуйте комиссионный выезд в район и посмотрите, насколько в срок и качественно выполняются поручения мои, поручения губернатора. И доложите мне объективную ситуацию и по срокам, и по качеству выполнения моих поручений. Договорились? Буквально вам ровно две недели на полное понимание того, как выполняются поручения и в целом, как жизнь в Новопокровском районе сегодня устроена и какие сегодня достижения и результаты есть. Но у контрольного управления, оно напрямую подчиняется Венимину Кондратьеву, вопросы есть и к эффективности работы структурных подразделений в самой администрации Краснодарского края. Низкие КПД, например, у Департамента строительства и Министерства ТЭК и ЖКХ. Очень много вопросов по срокам возведения социальных объектов. По некоторым задержка составляет по 2 и 3 года. В качестве последнего предупреждения главным контролером за бюджетными стройками в регионе губернатор назначил руководителя Департамента строительства. Перекидывать ответственность между друг другом у чиновников больше не получится. Строительство и реконструкция социальных объектов – это максимально видимая работа власти всех уровней для жителей. Поэтому, когда мы растягиваем реконструкцию строительства, люди же понимают, что можно сделать за год, мы делаем за три. А то, что можно сделать за три, мы делаем за шесть. То это изображение деятельности. Это не нужно ни мне, коллеге, я уверен, ни вам и ни жителям. Поэтому давайте здесь все-таки посмотрим на дорожные карты, на дорожные карты по каждому социальному объекту. И не важно, что это – реконструкция, либо ремонт, либо это – строительство. По каждому еще раз оптимизируем сроки. И ремонта, и строительство любого социального объекта, который у нас стоит в дорожных картах. Еще раз давайте посмотрим на актуализацию этих дорожных карт. С точки зрения ускорения всех этих процессов. Переносов сроков не может быть и по таким масштабным проектам, как строительство школы для одаренных детей в Сочи, акушерского корпуса в Кореновске и детской краевой больницы в Краснодаре. Еще одна зона пристального внимания – капитальный ремонт многоквартирных домов. В контрольном управлении посчитали, что работы по 141 дому, которые по планам должны были сделать в прошлом году, перенесли на будущее. Те дома, которые назвал Максим Иванович, были исключены. Сегодня, исходя из пожеланий собственников, у нас все эти дома включены в план 20-го, 21-го, 22-го года. Исходя из тех видов работ, которые сегодня собственники изъявили желание выполнять. Поэтому ни один дом сегодня, который перенесен, он у нас не находится за пределами планов. Очень много сегодня вопросов, которые требуют разрешения. Все, кто сегодня в команде, значит, не жалеют людей, жители, которые живут в любом муниципальном образовании. Должно быть стыдно за результаты своей работы. Поэтому, если уже сказали, что в следующем году, будьте добры сделать все, чтобы люди, на самом деле, были уверены в том, что им коллеги-чиновники помогли отремонтировать дом так, чтобы у них даже не было вопросов к тому, и как отремонтировали. И они не пожалели о том, что перенесли ремонт дома на следующий год, потому что получили вдвойне большее качество и больше комфорта. Вот это сегодня принципиально важно. Что касается реконструкции и капитального ремонта сегодня домов, многоквартир. Принципиально важно. Не обмануть людей, не обмануть. Час контроля у губернатора проходит ежемесячно, и с каждым разом увеличивается количество выполненных поручений. На данный момент 80% задач главы региона уже воплощены в жизнь. Решение социальных проблем и поиск точек роста для экономики. Такие задачи теперь стоят перед новым исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района. Сергея Запорожского местным депутатом сегодня представил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев выступил на внеочередной сессии Совета муниципального образования. Во время заседания депутаты также приняли отставку действующего руководителя Николая Артюшенко. Глава края, в свою очередь, отметил, что жители ждут изменений, так как за последний год в Усть-Лабинском районе накопилось много вопросов, которые требуют незамедлительного вмешательства властей. Жители района, они заложники чьих-то хотелок, поэтому нужно просто поставить точку во всем этом. Сегодня, я думаю, что мы ее поставим, потому что нужно экономическое развитие района, социальное, социально-бытовое, всех сфер жизни, всех отраслей, которые возможно задействовать. Нужно задействовать для экономического роста. Усть-Лабинский район – это мощный район, экономически сильный район. А многие добавляют, был когда-то, друзья, ну как это был когда-то. Все же от нас зависит. От нас. Мы сегодня должны выйти из этой ситуации, перелеснуть страницу и максимально еще сделать все, что они сделали за этот год. Я уже сказал об этом. После окончания сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района народные избранники еще долго общались с губернатором Краснодарского края. На незапланированном совещании говорили о первоочередных задачах, которые стоят перед муниципалитетом. Много вопросов остается в здравоохранении, благоустройстве общественных территорий. Особого внимания также требует сфера ЖКХ. И это лишь часть того, чем придется заняться новому исполняющему обязанности главы района, который, как надеются жители, окажется крепким хозяйственником. Развитие спорта на Кубани обсуждали в Краснодаре. Глава региона встретился с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским и главой краевой организации Сергеем Захарихиным. В частности, речь зашла о реконструкции стадиона «Динамо». Он один из старейших в стране. Как отметил Вениамин Кондратьев, судьба спортивной арены сегодня волнует всех краснодарцев. Это легендарный стадион «Динамо». Он снова должен стать в строй. В строй среди тех стадионов, которые по достоинству занимают место среди символов, спортивных символов края. Потому что там многие олимпийские чемпионы тренировались и стали олимпийскими чемпионами. Принесли славу не только Кубани, но и России. Многие выдающиеся спортсмены. Именно выдающиеся. И сегодня они первые, которые возмущены такой ситуацией. Мы сегодня сделали фасады, мы сделали трибуны. Но само спортивное ядро стадиона, конечно, остается вне реконструкции. Поэтому, конечно, нам сегодня надо обсудить ряд моментов. Я уверен, мы сможем договориться для того, чтобы стадион снова начал функционировать. «Вам благодарность от руководства Центрального совета «Динамо» за вашу истинно гражданскую, государственную позицию в области отношения к спорту в Краснодарском крае. И в частности, к объекту, который, я уверен, будет построен и будет радовать глаз не только краснодарцев, а и гостей города». Ранее председателем краевого общества «Динамо» был выбран Сергей Захарихин. На встречу стороны закрепили свои намерения о дальнейшем сотрудничестве, подписав соглашение о развитии массового спорта на Кубани. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Вырастет размер единой выплаты, повысится ставка на проезд по федеральным трассам для большегрузов и подорожает столичное метро. Что еще изменится в жизни россиян с 1 февраля? Единые денежные выплаты льготникам в феврале традиционно проиндектируют с учетом инфляции, сообщают известия. В среднем их размер увеличится на 3%. Речь идет о выплатах героям СССР и героям Российской Федерации, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной и инвалидам. Всего в список входит 60 категорий граждан. Индексация выплат затронет почти 15 миллионов человек. С начала февраля к программе «Дальневосточный гектар» присоединятся Забайкалье и Бурятия. Традиционно приоритет будет у жителей Дальнего Востока. Они смогут начать оформлять участки первыми. С августа присоединиться к программе смогут жители всей страны. Всего на данный момент гектары оформили почти 80 тысяч человек. А общая площадь выделенной земли превысила 53 тысячи гектаров, что сопоставимо с площадью Новосибирска. С начала февраля в России будут проиндексированы тарифы государственной дорожной системы «Платон». После повышения ставки каждый километр пути будет обходиться в 2 рубля 20 копеек. По действующему сейчас тарифу платить нужно 2 рубля 4 копейки. Платить за проезд по федеральным трассам должны водители грузового транспорта массой более 12 тонн. Повышение стоимости проезда может, в свою очередь, сказаться, например, на стоимости доставки грузов. За проезд в столичном метро тоже придется платить больше. Поездка по карте «Тройка» теперь будет стоить 40 рублей, сейчас 38. Единый билет на одну поездку – 57 рублей, сейчас 55. Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов. С февраля при совершении покупки в торговых автоматах можно будет обойтись без бумажных чеков. Если на дисплеях автоматов отображается QA-код, а смартфон покупателя может его считывать, то достаточно будет просто отсканировать код и сохранить чек в электронном виде. Если QA-кода на экране нет или у покупателя нет возможности его отсканировать, чеки должны предоставляться по-прежнему. И мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». Каждый день вплоть до 9 мая мы будем рассказывать, чем ознаменовалась конкретная дата в истории Великой Отечественной. 31 января Красной Армией был окружен Кёнигсберг и взят Бранденбург. Войска 1-го Белорусского фронта за один день боев уничтожили более 5000 солдат и офицеров противника. По неполным данным, советские войска захватили у немцев 24 танка, 120 полевых орудий, более 1000 машин, 70 паровозов и 8 железнодорожных эшелонов с боеприпасами. Красная Армия с боем овладела городами Ландсберг, Мерзерец, Швибус и Цюлихау, прикрывающими подступы к Франкфурту на Одере. А в номере газеты «Правда» за 31 января 1945 года рассказывается о восстановлении колхоза в станице Брюховецкое Краснодарского края. После фашистов остались пустые скотные дворы. Чтобы возродить фермы, колхозники сдали в стадо личный скот и кур, припрятанных от врага. День 31 января знаменит еще и тем, что это день рождения Валентины Грязодубовой. В 19 лет она окончила Пензенский аэроклуб, с 1936 года стала военным летчиком. В 1937 году установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета. А в 1938-м совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский рекорд. Ей было присвоено звание Героя Советского Союза, первой среди женщин. С 1939 года Грязодубова назначена начальником управления Международных воздушных линий СССР. Она прошла всю Великую Отечественную, совершила более 200 боевых вылетов. С марта 1942-го командовала 101-м авиаполком дальнего действия. Позже 31-м гвардейским бомбардировочным авиаполком. После войны участвовала в исследовательской работе, была начальником летно-испытательного центра. Также в этот день, 31 января, 48 лет назад, ушел из жизни маршал и дважды герой Советского Союза Матвей Захаров. Выходится из крестьянской семьи. В 1937 году он окончил военную академию генштаба. С июля 40-го Захаров – начальник штаба Одесского военного округа. Штаб полевой армии ровно за два дня до нападения фашистской Германии. Войска были заранее подготовлены, поэтому с первых дней войны они могли успешно отражать наступление противника. Основываясь на данных разведки, Захаров предвидел, что вторжению будет предшествовать удар по аэродромам. Именно он настоял на срочном перебазировании самолетов. Это привело к тому, что в первую ночь войны фашистская авиация бомбила не советские самолеты, а пустое поле. В годы Великой Отечественной Захаров возглавлял штаб 9-й армии и был начальником штаба главнокомандования северо-западного направления. В дальнейшем возглавлял штабы Калинского, Резервного и Степного фронта, Второго Украинского и Забайкальского фронтов. Под псевдонимом Золотов сражался и на Дальнем Востоке, уже после поражения Гитлера. За заслуги в разгроме Квантунской армии, японцев в Маньчжурии и выход к Порт-Артуру в сентябре 1945 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенные годы Захаров возглавлял Академию Генштаба. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Имя Захарова носит Рязанское высшее военное командное училище связи и несколько улиц в российских городах. Продолжаем выпуск. Завтра в Сочи начнется прием детей в первый класс. Приемная кампания 1 февраля стартует по всей стране. В субботу во всех школах Сочи начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Все микрорайоны улицы нашего города закреплены за общеобразовательными учреждениями. Поэтому в соответствии с данным закреплением родители будущих первоклассников обращаются непосредственно к руководителю образовательной организации, подают заявления и предоставляют оригиналы документов, удостоверяющих личность родителя, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство по месту регистрации соответствующего микрорайона. Для тех, кто не зарегистрирован на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется с 1 июля. Также в управлении рассказали, что теперь законодательно закреплено право преимущественного приема детей в те школы, где учатся их братья или сестры. Речь идет о детях, которые живут в одной семье и в одной квартире. Число первоклассников растет в Сочи с каждым годом. В 2019-м за парты впервые сели 8300 детей. В одной из школ Адлера было сразу 8 первых классов. Ну а в этом году звонок впервые прозвенит для более чем 9 тысяч первоклашек. В лиманах Краснодарского края с 1 февраля запретят рыбалку. Об этом рыболовов-любители информируют пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В соответствии с правилами рыболовства для Азова-Черноморского бассейна, с 1 февраля по 1 мая добыча водных биологических ресурсов запрещена в Ейском, Бесюкском и Ахтарском лиманах. Рыбаки, по незнанию или намеренно нарушившие закон, помимо штрафа, платят причиненный ущерб. Постановлением правительства увеличены таксы для начисления штрафов за незаконно выловленную рыбу. При этом они не зависят от размера и веса экземпляра. Выставка «2500 лет Боспорскому царству» открылась в художественном музее Сочи. Это специальный проект сочинского художника Ольги Хрисановой. В этом году в России пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 2500-летию основания Боспорского царства. В VII-V веках до н.э. на побережье Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации возникли поселения, со временем объединившиеся в Боспорское царство, просуществовавшие тысячу лет. Сочи, на месте которого, по мнению историков, 2000 лет назад был город Ампсолида, включен в маршрут туристического и просветительского краевого проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Ростуризм его внес в десятку приоритетных тур маршрутов страны. В этом году в Сочи планируются культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия, связанные с популяризацией проекта. Сочинский художественный музей в рамках большой программы запланировал проведение двух выставок. Первая открылась сегодня. На создание работ, говорит художница Ольга Хрисанова, ее вдохновляла античность. Мы все сначала учимся на античном опыте, потом обращаемся в течение жизни к опыту античности. В данном случае конкретно меня вдохновляла керамика. Вообще скульптура больше, действительно более древняя, архаический период Греции. Я как раз и хотела обращать к античности, переосмыслить ее на современный лад, чтобы не делать такую вот реплику стопроцентную греческую, поскольку мы все-таки живем в 21 веке, как-то вот переработать этот опыт древний. И я для этого использовала свою технику, любимую, многосложную, которая позволяет создавать большие объемы. Для диалога со зрителем Ольга Хрисанова задействуют художественные образы древней лады. Линия рисунка, контуры, знакомые по античным орнаментам на греческих вазах и фресках. Это арт-объекты, стилизованные под выгоревшую на солнце живопись или вытертую от времени керамику. И тем не менее художник предлагает увидеть и почувствовать в древних образах современность. Выставка «2500 лет Боспорскому царству» в художественном музее будет работать до 1 марта. Затем отправится в путешествие по туристическому маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства». Сочинец Ливан Манукян будет представлять Россию на международном турнире. Это право он завоевал на прошедшем в Екатеринбурге первенстве России по самбо среди юношей и девушек. Спортсмен 4-й спортшколы занял первое место в весовой категории до 87 килограммов. Тренирует борца Руслан Антониан, мастер спорта России международного класса по самбо. Теперь Ливан Манукян в составе сборной страны готовится к первенству мира. Оно пройдет в октябре в Сербии. Была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КАДРЕВОДНАЯ МУЗЫКА КАДРА 카메� КАДРА